Всем привет дорогие друзья, с вами Waymist, и в этом видео я расскажу вам о 10 самых быстрых и действенных способах, как можно поднять производительность вашего ПК и повысить ФПС в играх. Обязательно досмотри ролик до конца, там тебя ждет крутой способ, как увеличить быстродействие твоего компьютера, о котором почему-то никто не говорит. Надеюсь я тебя заинтересовал, и ты с радостью подпишешься на канал и прожмешь колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые видео на моем канале. Ну а также лайк поставь, тебе не сложно, а мне приятно. Поставил? Красавчик! Ну а я начинаю! И первое, что я хочу тебе посоветовать, это отключить все визуальные эффекты самой оболочки Windows, чтобы немного разгрузить твою видеокарту и оперативку. Этот способ реально работает, тем более если у вас вообще старый ПК. Заходим в панель управления, система и безопасность, система, дополнительные параметры системы, быстродействие и выбираем обеспечить наилучшее быстродействие. К счастью в 10 винде после применения этого параметра все выглядит не так убого, как в семерке, так что ставьте и не парьтесь. Я уже предвкушаю, что ты спросишь, зачем это делать, ведь все будет выглядеть не так красиво, да и наверное это не даст никакого прироста в играх. Чувак, просто попробуй. Я тоже сначала думал, что это не даст никакого прироста, но когда я попробовал, я был удивлен. Прирост мог составлять от 2 до 5 кадров. А если вы хотите добиться в какой-то игре хотя бы стабильных 30 фпс, это довольно таки много. Еще, чтобы далеко не ходить, советую во вкладке дополнительно, собственноручно поставить файл подкачки. У меня стоит 10 гигабайт, хоть у меня и 16 гигабайт оперативки, но все равно я ставлю столько. В принципе, если у вас тоже с оперативкой все в порядке, то вы можете не париться с тем, сколько у вас тут стоит. Но обязательно выставите исходный и максимальный размер одинаковый, чтобы ваш ПК не выбирал его вручную, постоянно метаясь из стороны в сторону. Кстати, если тут есть те, кто не знает, что такое файл подкачки, это место на вашем жестком диске, куда выгружается информация из оперативки. Обычно это программы, работающие в фоновом режиме, в котором не нужна вся мощь оперативки. Но если у вас не хватает оперативки, когда вы играете, то файл подкачки начинает действовать, и именно из-за этого у вас начинаются фрезы. Особенно если она у вас еще стоит на жестком диске. На SSD делапсе это намного лучше. Так, что-то я заговорился, хотя с другой стороны это довольно таки познавательно. Ладно, давайте переходить дальше. Второй способ, который ну просто дичайше поднимет фпс в играх, это конечно же разгон твоей видеокарты. Особенно если она у тебя еще и референсная. Это чуть ли не самый крутой способ увеличить фпс в играх, если не самый крутой. Почему я вообще говорю про разгон видеокарты? Да потому что я знаю кучу людей, которые не хотят разгонять, потому что она сгорит, или у нее уменьшится срок службы. Во-первых, она у вас точно не сгорит. Даже если вы в разгоне поставите все на максимум. Но даже этого никто не будет делать. Во-вторых, если вы будете регулярно менять термопасту, то видеокарты у вас прослужат еще очень долго. Столько, сколько вы ей уж точно не будете пользоваться. Поэтому смело ищите в интернете, как разогнать видеокарту. Там все делается буквально в два клика. И разгоняйте на здоровье. Разницу вы ощутите колоссальную. Опять же повторюсь, особенно если у вас референсная видеокарта. С разгоном разобрались, двигаемся дальше. Ну и давайте не будем далеко уходить от видеокарты и сразу разберемся с ней до конца. А именно настроим параметры самой видеокарты в панели управления Nvidia. AMD-шники, вы меня конечно извините, ничего против вас не имею. Пользуюсь нормальными видеокартами. В общем, нажимаем правой кнопкой мыши на рабочем столе. Выбираем панель управления Nvidia. У вас будет много вкладок по настройке монитора. Если у вас обычный настольный ПК. У меня их нет, потому что у меня ноутбук. Но не важно. Заходим в регулировка настройки изображения с просмотром. Расширенные настройки 3D изображений. Перейти и выставляем все настройки, как у меня. Кстати, в отдельном видео я расскажу, как различные настройки изображения в играх влияют на FPS. И как добиться максимально качественной картинки без большой потери кадров. Какие ненужные настройки надо отключать в первую очередь. А что можно всегда ставить на максималки. В общем, видео обещает быть очень интересным. Такого подробного видео вы нигде больше не найдете. Поэтому я настоятельно рекомендую тебе подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Следующее, что я хочу вам посоветовать, это обновить драйверы видеокарты. И не только видеокарты, но и в общем всех компонентов компьютера. Так, с драйверами видеокарты все понятно. Обновил и радуешься. Хотя, если честно, разница между старыми и новыми драйверами видеокарты еле заметна. Но все же, зачем-то их выпускают же. Зачем обновлять драйверы системы, спросите вы. Все очень просто. Иногда бывает такое, что именно устаревшие драйверы могут тянуть всю систему вниз. Поэтому я рекомендую тебе все-таки не полениться и обновить их. Для этого я тебе советую программу Driver Booster. Я ей уже довольно-таки давно пользуюсь. В общем, обновляем драйверы и вся система будет работать намного стабильнее. А я двигаюсь дальше. Далее у нас идет очистка системы от ненужного мусора. Да, какая оптимизация ПК без очистки от мусора? На самом деле программ для этого существует очень и очень много. Но я пользовался только тремя. Это AVG TuneUp, CCleaner и Advanced System Care. Давайте остановимся на одной из них, а именно на CCleaner. Потому что она абсолютно бесплатная. Платные там только ненужные, по моему мнению, функции. Да, и исправить ошибки реестра будет далеко не лишним. Заходим в CCleaner, нажимаем стандартная очистка, выбираем, что нам надо очистить. Я же оставляю все по умолчанию. Нажимаем очистка и, собственно, все. Далее заходим во вкладку реестр, нажимаем поиск проблем и исправляем выбранные. Советую почаще заходить сюда, потому что мусор и ошибки реестра появляются здесь очень и очень часто. Почистили систему? Тогда переходим дальше. Еще один способ, как можно прилично так поднять быстродействие твоего ПК, это дефрагментация жесткого диска. Да, именно жесткого диска, потому что для SSD она не требуется. И наоборот, она для него даже вредна. Вообще, если кто не знает, что такое дефрагментация, это упорядочивание файлов системы так, чтобы чтение для жесткого диска было максимально удобным и быстрым. Потому что в жестком диске есть подвижные элементы, которые считывают информацию. А если у вас файлы будут раскиданы как попало, и они будут неудобными для чтения, то жесткий диск будет работать медленно. В SSD таких подвижных элементов нет, поэтому ему как бы все равно. Если вы никогда не дефрагментировали свой жесткий диск, то я вам советую поскорее это сделать, ведь разницу в скорости работы вы почувствуете просто огромную. Для дефрагментации я советую использовать программу Smart Defrag. Она очень удобная и бесплатная. Так что дефрагментация реально тащит. А я двигаюсь дальше. Еще один немаловажный пункт, который забрал у меня ну просто кучу нервов, это автообновление Windows. Сколько же легенд ходит вокруг этих доставучих обновлений. Они не только сами по себе начинают загружаться, когда тебе этого не надо, забирая часть производительности. И из-за этого могут быть фрезы. Так еще если ты играешь в какую-нибудь CS или Dota, да вообще в любые онлайн игры, то из-за этого начинает скакать пинг и играть становится неприятно. У меня такое было неоднократно, пока я не выявил, что это было именно из этих г**баных автообновлений. Так что отключайте их нафиг, чтобы исключить такие ситуации. Переходим далее. Еще один немаловажный пункт, особенно если у вас ноутбук, это настройка электропитания вашего компьютера. Если мы хотим, чтобы наш ПК работал на полную мощность, то недостаточно его просто оптимизировать. Нужно еще и настроить его электропитание. Для ноутбуков это особенно важно, потому что зачастую система делает все, чтобы сохранить аккумулятор и нормально так занижает производительность. Поэтому заходим в панель управления, система и безопасность, электропитание и здесь будет пункт высокая производительность. Собственно выбираем его. У меня же здесь стоит Power for Gear High Performance, потому что у меня ноутбук Asus и это от их фирменной утилиты. Но это по сути то же самое, что и высокая производительность. Если у вас нет этого пункта, то вам обязательно нужно обновить драйверы и у вас здесь все появится. Вы можете это сделать через официальный сайт вашего ноутбука. Если у вас ноутбук, как это сделал я, либо обновить драйверы через драйвер-бустер. Это уже по ситуации. Ну а теперь переходим к тому самому секретному способу, о котором никто почему-то не говорит. На самом деле этот способ не такой уж и секретный, но я не понимаю, почему никто об этом не говорит. Ведь это реально повышает производительность. Я уверен, что ты даже не знал о том, что так можно сделать. Итак, в чем заключается суть? Суть в том, что вы можете использовать свою старую ненужную флешку как оперативную память. Да, вы не ослышались, как оперативную память. И делается это все очень и очень просто, буквально в два клика без сторонних программ. Для начала вставляем флешку и проверяем, нет ли на ней никаких файлов. Далее нажимаем правой кнопкой мыши, форматировать. Ничего здесь не трогаем и форматируем флешку. Далее опять нажимаем правой кнопкой мыши, свойства и выбираем вкладку Ready Boost. К сожалению, так как у меня 16 гигов оперативки, система не позволяет мне сделать расширение. Но до того, как я купил дополнительную оперативку, я пользовался именно этим способом. Но если у вас все же мало оперативки, то у вас тут будет ползунок, где нужно будет указать, сколько гигов надо выделить для оперативки. Ставим, конечно же, максимальное значение. И чем больше у вас емкость флешки, тем, конечно же, лучше. Нажимаете применить и все у вас будет работать. Если у вас здесь вылезает ошибка по типу, вы не можете использовать эту флешку, то вам нужно будет переформатировать ее на другую файловую систему и все. Конечно, это будет не совсем честная оперативка, но быстродействие вашего ПК реально улучшится. Особенно, если у вас оперативки реально мало. Чтобы она у вас была быстрее, конечно, рекомендую ставить флешку в разъем USB 3.0, а также, чтобы сама флешка поддерживала USB 3.0. Но это в лучшем случае. Вот такой вот секретный способ увеличения производительности твоего ПК. Ну а я перехожу к последней позиции. Ну а последний способ я вам не скажу, потому что про него я рассказывал в своем прошлом видео. Да, я же должен как-то заставить вас посмотреть мое прошлое видео. Там я рассказываю про реально годный способ, как можно убрать фрезы в GTA 5. Но он также убирает фрезы и лаги в других играх и оптимизирует, в общем, всю систему. Так что переходите по подсказке сверху, ну или спускайтесь в описании. Ты точно не пожалеешь, что посмотришь это видео, я тебе гарантирую. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо всем тем, кто смотрит видео до конца, ставит лайки и подписывается. Для меня это очень и очень важно. Ну а если ты этого еще не сделал, то почему? Скорее подпишись, а с тобой был сегодня Веймест. До новых встреч на канале.